Фарш Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем делать фрикадельки с перепелиными яйцами. Нам для этого понадобится Фарш. Фарш пойдет любой. Здесь у меня свиноговяжий. Когда я его перекручивал, я туда добавил лук и чеснок, чтобы он был вкуснее и ароматнее. Но сюда вы можете добавить все что угодно, любые специи, какие вам нравятся. А можно лук и чеснок вообще не добавлять. Это все по желанию. Еще понадобятся Вареные перепелиные яйца. Сырые яйца куриные. Перед черный. Соль. Кунжут по желанию. Базилик сушеный по желанию. Красная паприка. Масло растительное. И панировочные сухари. Готовить все просто, недолго. Получается вкусно. Вареные перепелиные яйца чистим вот так. Кладем их в какую-нибудь удобную емкость. Вот контейнер подходит. Наливаем немного холодной воды, чтобы она покрыла все яйца. Закрываем крышкой. И вот так интенсивно трусим. Ну и вот они. Легко очищаются. Вот некоторые уже прям сами очистились. Вот. Если потрусить дольше, то практически очистятся. Вот. Сами слазит. Теперь в фарш добавляем любые специи, какие нравятся. Вот я добавлю базилик. Ложку может с горой. Чайную. Также красную паприку. Чёрный перец. И соль. Все это равномерно перемешиваем. Теперь вбиваем яйца в посуду подходящую. Вбиваем. Ну и начинаем делать фрикадельки. Берем яйцо. Особенно когда они влажные. Лучше его вымокнуть в муке. Закладываем сюда. И обволакиваем. в муку. Ну такой шарик получился. Теперь в яйцо его. и панировочные сухари. Опять можно яйцо. и опять сухари. Также можно насыпать кунжут. и взять его в кунжуте обволять. Ну это по желанию. сухари. Вот такой получился шарик. Так же делаем все остальные. Если фарш хорошо отбит, то катается он прекрасно. Не разваливается. лепится. Лепится хорошо. В принципе, если сухарей нет, если не хотите связываться с яйцом, то можно и так обвалять в муке и пожарить прямо в муке. Это тоже не проблема. Ну просто в сухарях получается покрасивее. Корочка хрустящая, вкусная. Теперь в глубокую сковородку или в сотейник, или в кастрюлю наливаем достаточно много масла. Разогреваем его. Нагрев масла контролируем зубочисткой. Берем ее под воду, опускаем, потом масло. Если пузырьки начинают идти, значит масло хорошо раскалилось. и отправляем сюда наши шарики. И жарим так с одной стороны до золотистого цвета. Если сотейник или сковородка глубокие, то можно масло налить столько, чтобы они полностью погрузились. За это время можно несколько раз переворачивать. чтобы они с этих сторон равномерно поджарились. Фикатыльки хорошо подрумянились. Они готовы. Унимаем. Фикатыльки хорошо, взкатывая. Компания. Фикатыльки. Фикатыльки хорошо подрируем. Фикатыльки.